Сегодняшний день принес крипторынку стремительное движение вниз, а люди были шокированы этой красной свечой. Это самый большой красный день, который у нас был с момента начала пампа в октябре. Люди уже привыкли к тому, что мы движемся вверх. А сейчас мы для биткоина заметили небольшое изменение поведения. Если вы являетесь лояльным зрителем этого канала, то это движение не должно стать для вас сюрпризом, потому что буквально недавно мы об этом говорили, о сценарии ретеста. И чтобы прояснить ситуацию, это не медвежье поведение, которое вам следует бояться. Если мы вернемся на несколько дней назад, то мы вспомним, что этот ретест – это как раз то, что и делает Аптренд здоровым и сильным. Уверен, что люди сейчас задаются вопросом, а как мы узнаем, что этот бывший уровень сопротивления отработает как новый уровень поддержки? Ведь, конечно же, что здесь никаких гарантий, ведь всегда остается возможность того, что это стало дном, а здесь мы найдем поддержку и продолжим рост. Естественно, все может быть. Но прямо сейчас есть ключевой индикатор в очень критичной зоне, и это дневной RSI. Ведь сейчас дневной RSI для биткоина достиг Аптрендовой линии. Ведь при каждом пампе мы пробиваем RSI трендовую линию, а если посмотрим на историю во время дампа, мы пробили вниз восходящую трендовую линию. Вот этот пролив образовался при пробое восходящей трендовой линии. На дневном RSI это происходит постоянно. И это именно то, что вы можете использовать, когда ищете реальные и точные моменты. И сейчас это увидеть на графиках становится довольно легко. У нас есть восходящая трендовая линия RSI, и есть восходящая краткосрочная трендовая линия. Здесь. И они однонаправлены. Биткоин только что достиг краткосрочную восходящую трендовую линию, в то время как RSI также достиг восходящей трендовой линии. Ребят, очевидно, что если биткоин не сможет удержать эту восходящую трендовую линию, то в краткосрочной перспективе все может стать немного более медвежьим. Предположим, что биткоин отскочит и удержит эту зону. А RSI также будет опираться на эту восходящую трендовую линию. Затем пролив. И вот тогда мы с вами увидим настоящий ретест. Так что за этой структурой RSI в настоящий момент очень важно наблюдать. Так что если биткоин уйдет в ретест, и это его завершение, так как естественно есть возможность того, что это краткосрочный низ, затем мы развернемся и создадим восходящий верх. И только потом опустимся ниже. Ведь что-то такое всегда так же возможно. Также может оказаться ситуация гораздо более бычья, чем все ожидают. Но если мы все-таки вернемся, то, конечно же, мы будем искать предыдущую зону сопротивления в виде новой поддержки. Именно так ретесты и происходят. Так что зона около 32 тысяч является зоной основного интереса. Но также мы можем опуститься ниже к этой трендовой линии, чего я не ожидаю. Я не ожидаю, что мы опустимся так низко, но вероятность есть. Примерно до 28 800. Но гораздо более вероятная зона — это около 32 тысяч, может быть, 31 700. Где-то среди этих линий ситуация будет самая обычная перед тем, как мы в 24-м настроимся реально по бычье. Зоны сопротивления станут новыми зонами поддержки, это то, что мы делали весь год. И однозначно вся эта ситуация станет очень бычей. Данное видео совершенно не для того, чтобы сформировать бычий настрой. Или бычий тезис для биткоина. Ребята, этот экран очень бычий. Это очень бычье ценовое движение в направлении халвинга и в долгосрочную для биткоина. В такой близости к халвингу быть настроенным по медвежьи для биткоина не является мудрым. Если мы посмотрим на апрель, то сейчас быть истинным медведем — идея абсолютно неверная. Каждая впадина — это лишь сценарий для покупки. С учетом того, что мы так близки к халвингу. И очень вероятно, что биткоин будет формировать долгосрочную, восходящую трендовую линию. И то, что я сейчас повсеместно вижу в социальных медиа, говорит мне, что людям очень некомфортно. Ведь большую часть 2023 года биткоин ничего не делал. А сейчас мы поехали вверх. На вершинах людей захватывает фома. Они покупают альту, которая сегодня опустилась. В итоге их портфель становится красным. Но может быть немного. Становится тяжело, начинает подтряхивать. Но вы должны понять, если вы заходите в рынок, как и все люди, которые заходили в биткоин вот здесь. В этой зоне люди покупали биткоин. Их портфель рос и падал. Он становился зеленым и красным. Большую часть 2023. Если они накапливали все больше и больше и больше, с марта по октябрь, то вы были в зеленый, в красный, в зеленый, в красной зоне. И сейчас их портфель в зелени. Если вы покупаете крипто сейчас, здесь, в этом моменте, то будет здравой мыслью представить, что биткоин, возможно, отскочит вверх, отсюда, но он может и спуститься в дальнейшем, затем отскочить, что угодно, удерживая эту трендовую линию. Но во время этого движения цены ваш портфель будет и красный, и зеленый по мере того, как он будет формироваться. Ведь никогда движение не будет лишь прямой линией. И когда вы открываете позиции, заходите в них, набираете портфель, у вас будут моменты, подобные этому. По мере того, как рынок устаканивается, и перед тем, как все реально полетит. Примерно так и было в течение всего года. И эта ситуация не отличается. Просто ожидайте расколбаса цены, но в конечном итоге, хороший, уверенный аптренд в направлении к хаудингу. Прямо сейчас рынок биткоина формирует тренд, и пока мы удерживаем этот тренд, ситуация для меня выглядит хорошей. Но если мы не сможем удержать предыдущее сопротивление как новую поддержку, если не удержим эту трендовую линию и спустимся, тогда вы можете сказать, что ситуация неконструктивна. Но пока мы направляемся выше, несмотря на небольшой откат. Но в конечном итоге, мы движемся в правильном направлении, и это мне нравится. А если вам понравилось видео, то поддержите его лайком. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok